Мы сейчас работаем над трассой, над трассой. Хоп, 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 хоп. Андрюша, смотри, смотри, смотри. В результате я доехал до министра экологии Остапа Семерака. То есть что такое Чернобыль? Для всех это загадка. Две сауны, вы в сауну идете? Здесь качалка. Красота. Номера вы будете получать в помещении СБУ. Мы сделаем самый захватывающий, самый экстремальный и самый небезопасный трейл в мире. Итак, Чернобыль. Более года назад я побывал в Чернобыле первый раз. И настолько он меня впечатлил, настолько он меня вдохновил, что у меня постоянно крутились мысли о том, как же Чернобыль превратить для Мекку туристическую в Украине. У меня всегда передо мной Empire Steel Building, когда стоит очередь лохов, которые хотят сдать по 30 долларов, для того, чтобы подняться на одно из высоких зданий Нью-Йорка, сделать пару селфи и спуститься вниз. Еще внизу пристроиться долларов по 50 на всякую сувенирную продукцию. Но Чернобыль это вообще ни с чем не сравнить. Это уникальный заповедник. 33 года назад, 26 апреля, там случилась огромная трагедия. Взорвался четвертый энергоблок. Взорвался, загорелся. Он долго горел, полыхал. Из него все знают о Чернобыле. Не знаю. Для меня, в моем понимании, мысль о Киеве, об Украине, это Чернобыль, Шевченко, Кличко, еще Ломаченко сейчас. Ломаченко и Усик. То, о чем знают Украины. Так вот, началось все с Чернобыля. 86-й год. Я очень хорошо помню, когда я был ребенком, я был в шестом классе, и нас вывезли в Бердянске, я там провел целое лето. Это все изменило всю мою жизнь. И вот я сейчас по стечении 32 лет первый раз, и сейчас вот почти 33 года второй раз, я попадаю в Чернобыль. Что сейчас представляет собой Чернобыль? Четвертый энергоблок накрыли аркой. Арку эту делали, проектировали несколько десятилетий. Если взять от начала до идей, до завершения. Сейчас она формально не введена в эксплуатацию. На самом деле весь четвертый саркофаг, саркофаг четвертого энергоблока накрыт аркой. 33 года бюджет Украины выделяет каждый год миллионы долларов на способы всякой дезактивации, уборки всего, что происходит. Весь Чернобыль состоит из 30 так называемых километровой зоны и десятки. Если говорить о 10-километровой зоне, то фон здесь, вот на том месте, где я стою, не отличается от фона, который есть на Крещатике. Это 10-километровая зона вокруг Чернобыль, четвертого энергоблока. И тридцатка, это большая. Сейчас у тридцатки статус заповедника. Там нельзя охотиться, там нельзя просто так гулять. Туда даже просто так пройти нельзя. Там развелось дикого зверя немерено. Это очень интересно и это очень классно. Сейчас мы его разбудим, давай, сейчас. Ну что, ты переив там, чешу? Чувачок. Адрюша, смотри, смотри, смотри. Давай, давай. Не, напугал. А может, пошел в позицию? Едем сюда. Не, пошел. Взлякався, бегунив. 2 марта в 5 вечера традиционный ответ вопрос на канале Бегущий Банкир. Приходите, заходите в онлайн, ставьте вопросы. На все отвечу. У нас масса новостей. Мы снова будем с Валей вместе. Welcome to the jungle. Ставьте палец и подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Кроме того, существует несколько десятков деревень, которые были после аварии отселены и, по сути, сейчас являются брошенными. Маленькая ремарка. Стартовать в Чернобыль Ультра Трейл мы будем именно с памятника этим погибшим деревням. Мы оттуда будем стартовать. Но об этом чуть позже. Собственно, это должен видеть каждый. За прошлый год Чернобыльскую зону посетило более 70 тысяч туристов. Я считаю, это ничтожно мало. Я считаю, что мы должны гордиться тем, что у нас есть. Мы должны продвигать это. И страна на этом должна зарабатывать. Поэтому у меня возникла идея сделать там ультрамарафонский забег. Причем ультра трейл. Мы составляем трассу трейла. Ультра трейл. Мы сейчас работаем над трассой. Самая главная трасса. Суть вопроса, что все, что за 10-километровой зоной, это абсолютно чистое место. И я хочу сделать часть пробежать через лес. Через лес. И в этом будет суть трейла. Нам надо периодически забегать в лес. Мало того, что людей сюда привезти, они станут цыганской почтой. Потому что как только они это сделают, выйдут и расскажут, что я, например, прошел обследование до, прошел обследование после. Все классно там. На самом деле очень красиво. И там фантастический. И там есть то, чего нет нигде. То есть, что такое Чернобыль? Для всех это загадка. Еще Чернобыль. Что такое ультра? Что такое трейл? И что такое забег? Ультра это все, что больше марафона. Соответственно, больше 42 километров. Поэтому мы там сильно больше уходить не будем. Но где-то будет у нас порядка 48-50 километров. Трейл. Это значит, что мы бежим не только по асфальту, а еще и по пересеченной местности. 95% всей дистанции будет по асфальту. По нескольким причинам. Во-первых, это безопасно. При соблюдении норм безопасности, которые будут красными буквами прописаны в условиях проведения ивента, мы гарантируем, что все будет с вами хорошо. Есть возле Чернобыля одно уникальное сооружение, на которое обязательно надо попасть. Это совершенно уникальное сооружение. Их было три на весь Советский Союз. Одну распилили под Николаевым на варвары, на металлолом. Чернобыль-2. Надеюсь, никогда не распилят, потому что это уникальная штука, которую надо продавать. Потратили на нее в советские времена больше триллиона советских рублей. Это просто немыслимая цифра. По сути, это такая будет экскурсия с бегом. Это будет ивент, который я попробую сделать традиционным на годовщину Чернобыльской аварии. Соответственно, это будет в районе 26-27 апреля каждого года. В этом году 33 года, напомню. Что я хочу захватить? Стартануть в самом городе Чернобыль. Это районный центр, который сейчас выполняет функции районного центра. В нем живут люди, работают. В нем есть РВД. В нем есть общежитие. В нем есть куча всяких государственных учреждений. Потом мы бежим в сторону десятки. Так вот, есть 30-километровая зона, которая признана национальным заповедником. Внутри нее есть 10-километровая зона, так называемая. Это зона, в которой вообще не может находиться человек без специальных разрешений. Даже не может ночевать. Это, знаете, как 8 тысяч у альпинистов. Не добегая до Припяти, даже до 4-го энергоблока, мы поворачиваем на Чернобыль-2. Его мы отбегаем. Сразу хочу заметить, что еще сразу после аварии весь грунт возле Чернобыль-2 сгребли, захоронили и завезли новый. Поэтому фона там нету, я там был. Мерял с прибором. Потом мы возвращаемся на дорогу, которая ведет к Припяти. Бежим мимо 4-го энергоблока. Все фотографируются на фоне 4-го энергоблока. Там у нас будет пункт питания. И выбегаем в сторону так называемого моста смерти. Друзья, это такое унылое место. Называется оно мост смерти. Называется оно так, потому что утром 27 апреля 1986 года сюда зашли дети, для того, чтобы смотреть на зарево, которое поднималось над 4-м энергоблоком. И здесь была радиация 600 рентген. При детской летальной дозе 200 все эти дети погибли. Это больше несколько десятков детей. Об этом никто никогда не пишет, не говорит, но это есть. Не добегая до моста смерти, мы поворачиваем налево. В скором будущем поворачиваем направо и двигаемся к белорусской границе. Там сегодня нету погранзаставы. Точнее говоря, она там есть, но она не пропускная. Бежим к Белоруссии, возле границы разворачиваемся. Это, получается, правая сторона речки Припять. Причем верховье реки Припять. Там уникально красивые места. Везде асфальтная дорога. Везде проведена дезактивация. Везде чисто. Потом мы на обратном пути бежим в сторону города Припять. Не забегая в город Припять, мы его огибаем по окружной дороге. Мы там тоже все проверим и прочистим. И возвращаемся в город Чернобыль, где нас ждет финиш и барбекю. Я считаю, что здесь должно быть лимитед эдишн. Мы продадим всего 200 слотов. Причем 100 будет лимит на Украину всегда и 100 на зарубеж. Стоимость. В первый год мы сделаем просто двойную стоимость экскурсии, которая есть сегодня в Чернобыль. То есть экскурсия стоит 100 долларов. Мы сделаем 200 долларов в билет на этот ивент. Поймите, надо обеспечить питание, футболки. Дальше, дальше будет только дороже. Я считаю, что это просто огромная достопримечательность. И это огромная ценность, что туда может попасть практически любой человек. Что нужно для участия? Нужно заполнить анкету в лендинге, которая, я надеюсь, на момент выхода этого видео уже будет готова. Прислать копию паспорта. Регистрация у нас закончится ровно за месяц до ивента. Соответственно, у нас она закончится 26 марта. Мы откроем регистрацию в ближайшее время. Первая неделя будет льготной регистрацией. Мы дадим всем 10% скидку на регистрацию. Кроме того, мы, конечно же, всех попросим подписать документы о том, что претензий к организаторам по поводу состояния здоровья они не имеют. И не будут иметь. Потому что все делают при памяти. Мы дадим полную информацию касаемо фона, касаемо того, что происходит. Мало того, я за месяц до старта пробегу эту всю историю самостоятельно. И, соответственно, выложу это на ютюбе. Причем побегу это с накопителем. Напомню, если кто не знает, у меня пятеро несовершеннолетних детей. Пятеро несовершеннолетних детей. В тот день, когда мы были в Чернобыле, изучали трассу, у меня была тренировка. И я решил пробежать тренировку, естественно, в зоне. Мы сейчас возле антенны. Я сейчас бегу в сторону Чернобыльской, 4-го энергоблока, свою тренировку. Здесь безопасно, чисто, я проверял. Пятнашку побегу. Добежав до 4-го энергоблока, у меня там получалось около десятки. Я подумал, ну что-то как-то мало. Десятка, побегу-ка я еще в Припять. Возле центральных ворот развернулся. Вернулся через мост смерти. И побежал мимо Красного леса, заканчивая дистанцию. Собственно, пробежал 21 километр. Вот по состоянию на сейчас уже прошло, наверное, полтора месяца. Со мной все хорошо. Волосы у меня не выпали. Пишите в комментариях, что вас интересует, что вас смущает, кто готов, кто не готов. Всячески хочу дискуссию на эту тему. Крайне буду признателен за любые идеи, фишки, которые позволят этот старт сделать просто-таки незабываемым. Каждый получит в свое распоряжение уникальное видео. Мы будем снимать с коптеров, с видео. Мы будем делать прямую трансляцию. И каждый получит памятные видео, помимо футболки, над дизайном которого я работаю лично. Медали. Тоже отдельная история. Тоже будет это все очень-очень стильно и красиво. Номера вы будете получать в помещении СБУ. СБУ. Это еще не проверено, это моя фантазия. Но я надеюсь, что я договорюсь. Каждый получит памятную медаль, памятную футболку. До въезда в 30-ку мы обеспечим транспорт. Это будет за дополнительные деньги. Обеспечим транспорт из аэропорта Борисполь и с вокзала, наверное. Еще полдня провел со старожилами. Провел с человеком, который сегодня заведует одним из могильников. А вы ликвидировали как? Что вы делали во время ликвидации? Ну, мы же работали на станции. Я работал на станции. Я и был работником через 80-е годы. Я работал в химическом цеху. То есть моя задача была очистка контурной воды. Мы сейчас сошли просто в невероятное место. Пойдем. Это школа. Полесская школа. Фантастика. Фантастика. Парты, дневники. Все как положено. Классный ремонт. Школа современная. British International School. Друзья, мы в школе. В Полессском районе. В 10-километровой зоне. Здесь чрезвычайно атмосферная. Я вам хочу сказать. Очень много проговорил о том, что есть радиация, что опасно, что не опасно. Так вот, выход радиоактивной пыли на сегодня невозможен. Он просто невозможен, потому что есть арка. Теоретически опасность представляет в особо засушливое время пыль, которая лежит возле дорог. Администрация зоны пойдет нам навстречу и перекроет полностью всю дорогу, полностью движение. Поэтому пыли вообще не будет. Будем мы только бежать. Сегодня у нас плавательная тренировка. Мы идем в бассейн Лазурное. Сейчас будем плавать. Пообещали воду дать к нашему приезду. Смотри, по газонам не ходить. Здравствуйте. How are you today? Вы тоже плавать, да? Раздевалка там чуть дальше. Там есть две сауны. Вы в сауну идете? Здесь качалка. Красота. 33 года государство Украины тратит миллионы долларов на всякие способы дезактивации, захоронения и обезвреживания. На последствии чернобыльской аварии пострадало огромное количество людей. Это десятки тысяч людей. Тысячи людей погибли сразу после. И потом в течение очень... Это ликвидаторы прежде всего. Это огромная трагедия, которая случилась 33 года назад. И я думаю, что они будут помнить мир весь, всю жизнь. Сначала моя идея вызвала очень большой негатив у администрации зоны. Дорогие друзья, мы находимся в центре памятника коммунистическому дегенератизму. Это самая центральная площадь города Припять. А Леонидович, между прочим, здесь в горсовете расписался. Тема, ну здесь уже триатлон надо проводить. А то Норсмен, Норсмен. Мало того, мы когда покидали зону, нас приняли в полицию, составили административные правонарушения, заставили там писать, объясняться и дальше, дальше. Короче, кипиш подняли нереальный. В результате я доехал до министра экологии Остапа Семирака. Поговорив с ним face to face, мы пришли к выводу, что действительно существует одна из задач, которая говорит о том, что мы провели огромную работу, мы это государство Украина, провело огромную работу по ликвидации последствий аварии. Соответственно, теперь это надо показать. На самом деле, любой человек туда может приехать, заплатив специальным туристическим организациям, которые этим занимаются. Это у нас вид туризма, мы будем делать экстремальный трейл. Это будет интересное событие. Мало того, годовщина очень символична. 33 года назад, 33. Мне было 12 лет, когда это произошло. Так что заходите в комментарии, заходите по ссылке, заполняйте анкеты. Мы будем счастливы сделать для вас этот день самым незабываемым в этом 2019 году.